МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые свежие события из мира кино. Все секреты создания фильмов. Личная жизнь актеров. И, конечно, грядущие новинки проката. И все это в одной программе. В эфире Кинокайф. С вами Ирина Высогородца. И Мария Рунич. Прините к экранам, мы начинаем. Можешь меня поздравить? С чем? Я решила себе устроить сегодня праздник, день рождения. Что ты мне подаришь? В смысле? У тебя день рождения в августе. А праздника я хочу сейчас. Хочу подарки, хочу торт, конфетки. Хочу, хочу всего и побольше. Ключевое слово торт. И чтобы потом ты ничего не помнила, да? В смысле? В коромыслие. Ты что, фильм «Днюха» не смотрела? Смотрела. Но я-то просто хочу подарки. Я не собираюсь праздновать свой день рождения. Фейковый день рождения на минуточку. Это неважно. Но как те ребята из кинофильма, я не хочу. Тем более, там главный герой парень, который употребляет довольно много алкоголя. Ой, я знаю парочку таких. Привет, Саня. Давай без имен. И вообще, не мешай, я рассказываю вообще об этом во всем. Главная особенность героя, что он по жизни просто плывет. По течению у него все размерено. Работа, друзья, дом и девушка, которую он собирается сделать предложение. А знаешь, куда привело его это течение? Знаю. Старый друг зовет его на день рождения. И вот главный герой решает, а чего он там не сделал своей девушке предложение. Но на праздник приезжает без нее. В общем, ну, потом как обычно. Просыпается Антон на следующее утро в незнакомой квартире, которая, к тому же, оказывается за тверцан. Ну, и ничего не помнит. Но освежить память ему помогают ролики, которые его добрые товарищи выложили в интернет с его участием. В общем, любителям фильма «Мальчишник в Вегасе» и подобных лент определенно рекомендуем. Поклонники комедии смогут получить огромное удовольствие от просмотра фильма. А я пойду праздновать. Если хочешь, присоединяйся. А вы пока трейлер посмотрите. Я тоже хочу торт. Уже на этой неделе стартует российский фильм «Мотылек». Лера ночью на шоссе встречает таинственную девочку. Девочка говорит, что ее родители уехали в Италию, а она идет к своей бабушке. Две судьбы странным образом переплетаются, а события начинают развиваться стремительно и непредсказуемо. Следующая новинка этой недели – фильм «Вдовы». История о женах грабителей, погибших при неудачном налете. Новоиспеченные вдовы берутся сами закончить начатое, разобраться с полицией и конкурентами. А главное – выяснить, кто же подставил их мужей. Следующая новинка – помешанный на времени. Бросила девушка. Неужели ничего нельзя изменить? Можно. Студент-физик изобретает машину времени и отправляется в недалекое прошлое, чтобы исправить ошибки. В результате фатального сбоя главным действующим лицом этой любовной истории становится его лучший друг. С кем же останется девушка? Ну и что ты мне приготовила в подарок? Все-таки такой день рождения без сюрприза. Давай, скорее, гони, гони мне подарочки. Какая-то меркантильная, фу. Ладно, есть у меня для тебя. Правда, не подарочек, а хорошая новость из мира кино. Фу, ну как неинтересно. Ну-ка, давай мне тут не выпендривайся. Дареному коню зубы не смотрят, поэтому слушай и наслаждайся. Netflix начал работу над игровым сериалом «Аватар. Легенда об Анге», который стартует в 2019 году. Как тебе такая новость? Хорошая новость. Игровой сериал – это круто. Но если меня не подводит память, то премьера мультфильма «Аватар. Легенда об Анге» состоялась в феврале 2005 года. И проект продлился три сезона. А в 2012-м вышло продолжение сериала «Легенда о Коре». А в 2010-м вышел фильм «Повелитель стихи», в основу которого лег первый сезон мультсериала. Зрители и критики не восприняли картину, и он победил в пяти номинациях премии «Золотая малина», в том числе худший фильм и худший сценарий. Лента до сих пор остается одним из ярких примеров неудачной экранизации. Справятся ли ребята из Netflix с новым проектом, или он станет новым громким провалом, узнаем совсем скоро. На сегодня это все. Если вы любите кино так же сильно, как любим его мы, смотрите программу «Кинокайф». С вами была Мария Рунич и Ирина Вашегородцева. До встречи на канале «16». Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова